Есть ли какое-то качество, которое объединяет всех богатых людей? Иногда их хобби и увлечения настолько неожиданны. Это их полет, это их адреналин. Они кайфуют от решения сложных задач. Они разрешают себе быть детьми. Добрый день, дорогие друзья! С вами Лена Тарарина. И в этом видео я дам ответ на часто задаваемый вопрос о том, есть ли какое-то качество, которое объединяет всех богатых людей. Можно ли развить это качество и существует ли оно вообще? Я буду говорить, отвечая на свой 18-летний опыт работы в психотерапии, в консультировании, в коучинге, в обучении других людей. Ну и, конечно же, буду опираться на опыты личной работы с людьми, которые являются руководителями бизнесов, управленцами и ответ мой будет достаточно четким и понятным, потому что я очень давно задавала себе вопрос, существует ли это качество. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, и вы, нажав колокольчик, также будете первыми узнавать о видео, которое мы приготовили и загрузили на канал специально для вас. А прямо сейчас мы поговорим о качествах, универсальных качествах богатых и счастливых людей. Точно могу сказать, что первое качество, которое присутствует у каждого богатого и счастливого человека, это дисциплина. Люди не ждут, что их кто-то отправит в спортзал. Люди не ждут, что кто-то предложит им решить сложную задачку. Они кайфуют от решения сложных задач. Они не ждут, пока кто-то им скажет, что не нужно кушать после шести. Они наслаждаются голодом. Люди, которые богаты и счастливы, сами добровольно сдают себя в свою собственную армию. Это их внутреннее решение. И это не их ограничение. Это их полет, это их адреналин, это их свобода. Это первое качество, которое я обнаружила у богатых и счастливых людей. Второе качество, которое я у них обнаружила, это способность к творчеству. Каждая из них поет, рисует, вяжет, делает какие-то невероятные подделки. Иногда их хобби и увлечения настолько неожиданные, что просто диву даешься. Они разрешают себе быть детьми. Они разрешают себе экспериментировать. И никогда богатые и счастливые люди не наказывают себя за неудачи. Они говорят, ну окей, теперь я знаю, как не работает, буду искать дальше. И все? Да, вот и все. Это весь их подход. У них вообще нет в мышлении, в отношении себя, позиций замочить себя, наказать себя, как-то самобичевать. Они вообще этим не инфицированы. Это был для меня очень ценный опыт осознать это. И третье качество, которое я наблюдаю, у богатых и счастливых людей, связано с их отношениями с другими людьми. Отношения с другими людьми у них находятся на первом месте. Они выбирают счастье других и только потом свое. И часто этот выбор очень неожиданный. Например, бизнесмен, который остается на работе до позднего вечера и видит своих детей, разве что на выходных или совсем поздно, или утром рано, пока они еще спят. И часто люди спрашивают, а где же здесь он ставит отношения на первое место? И ответ очень простой. Если вы придете в компанию этого человека, то вы увидите, что он знает каждого своего сотрудника по имени. И он это делает осознанно. И он знает о мечтах, целях и подходе к работе каждому сотруднику. И он отдает себе абсолютный отчет, что так не будет продолжаться все время. И что это лишь деталь, элемент, когда да, он действительно посвящает время своей жизни, может быть год, два или три, развитию своей компании. А потом его фокус изменится. И он пойдет, например, в семью или в личное развитие. Потому что именно так поступают счастливые и успешные люди. Они циркулируют по своей жизни. Они перетекают из одной сферы в другую. Они черпают энергию в разных точках опоры. Они не зациклены только на работе. Они могут легко, отказавшись от какого-то проекта, оставить свою компанию на неделю и уехать куда-то, потому что они ощущают, что это нужно сделать. Они не привязаны к тому, что, боже, без меня они тут все завалят, всех надо контролировать. У них нет этого эго. Они точно знают, что их окружают невероятные люди. И это доверие к людям и создает на самом деле великую компанию. И завершая эфир о богатых и счастливых людях и о их качествах, хочу сказать, что на курсе «Бизнес в состоянии потока» мы разбираем чуть больше эти темы для тех, у кого уже время пришло пойти в эти темы. И все богатые и счастливые люди радуются больше, чем страдают. И это не связано с тем, что происходит в их жизни. Они просто выбирают радость и всегда находят для нее причину. Даже если, кажется, они находятся в очень сложных обстоятельствах. И это их выбор, осознанный, и это их способ мышления. Радуйтесь чаще. Примите сегодня для себя решение, что этот день будет другим. Проверьте мои слова. Ведь каждый день вашей жизни уникальный. И не повторится. Редактор субтитров А.Семкин